Добрый день! В студии Радио ФМ на Дону Марина Орлова. И сегодня у нас в гостях ростовская кавер-группа «Союз» и в ее составе основатель группы, певец, автор и аранжировщик, лауреат всероссийских и международных конкурсов, финалист всероссийского конкурса артистов эстрады, гран-призер акции «Евро меньше 26» Тимур Камышанский и солистка группы, лауреат международного конкурса «Молодежь за союзное государство», солистка оркестра духовых инструментов имени Еждика Оксана Симон. Здравствуйте, Тимур! Здравствуйте! Здравствуйте, Оксана! Привет! Ребята, такие молодые, уже столько регалий. Когда вы все успеваете и по конкурсам ездите, и петь в группе? Оксана еще и в филармонии работает. Как вы все это успеваете? Вы знаете, секрет прост. Надо просто любить свою работу, надо любить свое дело, которым ты занимаешься. Ну, в общем-то, и весь секрет. Ты что-то добавишь? Я абсолютно согласна. Когда любишь свою работу, все успеваешь. На все найдется время. Тимур, в одном ростовском проекте с ведущим Дмитрием Дебровым в конце программы звучит ваша песня «Мой Ростов». Давайте ее послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Над полями, степями широкими У подножья Донских берегов Возвышается зданиями строгими Славный город с названием «Ростов». Он взрастил не одно поколение Как и прежде всегда молодой Мой Ростов, ты мое вдохновение Пой и здравствуй, мой город родной Мой Ростов, южная столица Мой Ростов, все знакомые лица Мой Ростов, мне в разлуки слиться Мой Ростов Мой Ростов Колокольные звоны Мой Ростов Радуга над Доной Мой Ростов Радости, печали, я с тобой И куда бы судьба не забросила Помню улицы, парки, мосты Помню город и летом, и осенью Мой Ростов Город счастья и город мечты Мой Ростов Мой Ростов Южная столица Мой Ростов Все знакомые лица Мой Ростов Мне в разлуки слиться Мой Ростов Мой Ростов Мой Ростов Колокольные звоны Мой Ростов Радуга над Доной Мой Ростов Радости, печали, я с тобой Мой Ростов Мой Ростов Мой Ростов Колокольные звоны Мой Ростов 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, действительно, появилась сначала музыка, это было порядка 8 лет назад, то есть песня достаточно возрастная. Появилась сначала музыка, и я долго не мог понять, вообще о чем будет эта песня. Но так получилось, что что-то мне навеяло, какой-то патриотизм такой своеобразный. Песня звучала немножко иначе до этого. Ну и сам собой каким-то образом родился текст. Не знаю, как это произошло, но слава богу, что произошло именно так, наверное, да. А когда это произошло? Это было... музыка была написана лет 8 назад, ну и где-то через год был написан текст. Очень интересно. То есть у вас была музыка, у вас были слова, и почему-то вы эту песню не пели. Нет, у меня слов не было. У меня в основном рождается сначала музыка, потом текст. Так со всеми песнями. Вот. Сначала я делаю уже непосредственно аранжировку, а после этого такой достаточно ювелирный процесс вклинивания туда текста. Да. Тимур, мы послушали вашу песню, она очень удачная, на мой взгляд. А можно ли сказать, что она изменила вашу жизнь? Вы знаете, вообще понятие знаменитости, известности – это очень такое, очень посредственное определение. Нет, не могу сказать, но, по крайней мере... Коснуться знаменитым еще впереди. Да, 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 все еще впереди. Дело в том, что, когда эта песня прозвучала, да, разумеется, на меня посыпались звонки, угрозы. Даже угрозы? Это я шучу, конечно. Посыпались звонки, ну, разумеется, мне звонили друзья, стали люди писать в соцсетях, благодарить за песню. Вот. Ну, на самом деле, в данном контексте, вот именно связанном с этой песней, мне не нужна какая-то известность. Мне достаточно того, что люди меня благодарят за то, что я написал песню, которой не хватало городу. Вот. То есть, в которой сказаны все слова, которые можно слушать где-то в поездках, где-то непосредственно ростовчанам. Вот. Поэтому вот это приятно, это лестно, и от этого становится, конечно, теплее на душе. Ну, мне кажется, когда песню взяли в эфир передачи, вот в этот момент она обрела как бы свое второе рождение. Да. Потому что Тимур поменял абсолютно аранжировку, изменил. Да, абсолютно. Песня по-новому задышала, зажила. Вот об этом мы поговорим поподробнее. Почему именно ваша песня попала в эту программу? Все-таки у нас много песен о Ростове, но именно вашу взяли для этой программы. Расскажите, почему? Можно я скажу? Был ли конкурс? Какие были критерии отбора? Оксаночка хочет рассказать, расскажи. Я просто такой взгляд со стороны, почему вот, мне кажется, взяли именно эту песню. Город многонациональный Ростов. И мне кажется, песня в себе, в музыке собирает именно вот это понятие многонационального Ростова. Нет? Абсолютно точно. Но все дело в том, что изначально эта песня была намного больше многонациональной. То есть, в начале в проигры сейчас мы слышим саксофон, а до этого играл дудук. Но из каких-то этических, политических соображений мы все-таки решили не оставлять его и сделать что-то более европейское. Но изначально концепция песни была такой, действительно, что все-таки Ростов построили вокруг Нахичевани. Как бы это странно для кого-то и не звучало, но это так. По-моему, абсолютно нормально. Поэтому, что касается непосредственно песни и ее, собственно говоря, появления в эфире программы. На меня вышел главный редактор только еще зарождающегося проекта. И сказал, я очень давно слышал эту песню, и вот мы все никак не могли понять, куда ее. Я незнаком лично с ней был, но она откуда-то меня знала. И она мне сказала, что вот наконец-таки появился проект, начинает появляться, в контексте которого эта песня будет звучать очень гармонично. И она будет сопровождать эту программу с каждым появлением в эфир. Разумеется, была названа фамилия Дебров. Сказали, что ему уже отправили эту песню на согласование. Он остался в восторге, в полном. Ну, разумеется, я не мог отказаться от такого предложения. Мы тут же ее, эту песню реаранжировали, ребрендировали, так скажем. И она зазвучала вот так, как она сейчас, собственно говоря, к нам и вышла. Сейчас она, конечно, замечательно звучит. А вообще, как пишется про Ростов? Легко? Вы знаете, это все на уровне каких-то рефлексов, наверное. Это все на уровне какого-то... Да, разумеется. Ну вот, поэтому тебе и легко было писать. Патриот, коренной ростовчанин. Да, я коренной ростовчанин, да. А что все-таки легче пишется? Песня про любовь или про Ростов, если так сравнивать? Вы знаете, ну так как песню про Ростов можно написать, наверное, только Константин Ундров мог написать все песни про Ростов. Вот, а так обычно, как правило, вот я написал одну песню, мне достаточно. Вот, в основном все-таки тема любви, она шире, и она не имеет каких-то географических границ. Поэтому, наверное, все-таки лучше писать и удобнее, и проще, и более понятнее писать про какие-то переживания. Не обязательно любовь, это может быть дружба, может быть... И вообще любовь-то бывает разной. Любовь к родине, любовь друг к другу, любовь к матери, к родителям. То есть, ну, это совершенно разные вещи. Поэтому... Такую катастрофу говоришь. Написал последнюю песню. Сколько мы ее раз пытались переписать на студии? Много. Во мне нет этих чувств ненависти, и всего меня заставляли ненавидеть, понимаешь? Вот, это про то, что любовь, родина, ненависть, об этом тоже пишутся. Все-таки получилось, получилось исполнить эту песню. Еще не знаем пока. Еще, да, еще в процессе рождения. В процессе. Оксана, тебе нравится эта песня? «Мой Ростов». Да. Конечно, у меня в машине, она в моей главной папке, которую практически каждый день слушаю на флешке, песня «Мой Ростов». Обязательно. А интересно, на концертах ее исполняет только Тимур, или и ты тоже? На нашем сольном концерте, который у нас прошел буквально в начале декабря, мы ее исполнили дуэтом. Да, она была заключительной песней в нашем концерте. А потом все последующие выступления Тимур мне не дает ее петь, он поет ее, как настоящий эгоист один. Настоящий астарчанин коренной, я пою ее просто. То есть, Тимур, вы считаете, что это мужская песня? Эта песня не имеет пола, но мне кажется, что, ну, все-таки, наверное, автору сподручнее. Ну, у тебя она лучше получается, ладно. А вопрос о моей тональности и все, да. А мы напоминаем нашим слушателям, что у нас в студии ростовские музыканты и не просто музыканты, а известная группа «Союз» в лице Тимура Камышанского и Оксаны Симон. Ребята, почему все-таки «Союз»? У меня ассоциации с советским прошлым, но глядя на вас, на молодых современных ребят, я не понимаю, почему вы выбрали это название, или, может быть, у меня просто неверная ассоциация. Мариночка, вы не видели полный состав группы. Там как раз советское прошлое и начинает свое начало. Вы знаете, «Союз», наверное, потому что мы очень много перебрали названий перед тем, как назваться так, как мы называемся, но как-то ни одно название нам не подходило, что ли, к душе. Поэтому… Но «Союз» имеется в виду музыкальный «Союз». Музыкальный «Союз», да. Если копнуть глубже, то полное название нашей команды звучит примерно так. Музыкальный синдикат отличного южного звука. То есть там… Аббревиатура. Да, аббревиатура. Там нет ничего из Советского Союза, потому что концепция совсем иная у нас, нежели мы бы пели только песни каких-то Веа, каких-то советских групп. То есть репертуар абсолютно разноплановый, абсолютно широкий. То есть для нас практически нет границ. Мы поем как песни группы Aerosmith, так и современных исполнителей. Поэтому тут привязки нет никакой. А кто основатель этой группы? Основатель этой группы я, но… Основатель этой группы? Клавичник, басист и барабанчик. Да, да. На самом деле, если копнуть глубже, то… Расскажите историю. Этот тандем, они втроем дружат уже на протяжении лет 35. Такая цифра достаточно весомая. И начинали играть еще в советские времена втроем. То есть мы взяли этот весь тандем и к нам. Да, дополнили его соло-гитарой, дополнили перкуссией. Саксофоном, да. Саксофоном, да. То есть мы… Тимур сначала взял под свое крыло всю эту большую команду. Вывел на более такой профессиональный уровень работы. Ну и, собственно говоря, группа начала жить. Да. Потом пришла в наш коллектив замечательная Ксюшенька. А как она пришла? Расскажите. Ну, мы с Ксюшей были знакомы давно достаточно. Мы знакомы порядка 10 лет с ней. Вот. И как-то нас так жизнь постоянно сталкивала друг от друга. Потом растаскивала. Поэтому… Да, и однажды позвонил Тимур и сказал, я написал тебе песню. Да, я написал песню, да. И первая песня наша совместная работа выше рая была. Ну, после этого, когда уже началось более тесное, плотное сотрудничество, после этого Тимур мне предложил… Да. В каком году? В состав группы. В 2013 году. Да, в 2013 году. Абсолютно. Тимур, а как вы считаете, какую роль Оксана играет в вашей группе? Очень хороший вопрос. Потому что буквально недавно об этом думали и продолжаем думать. Оксана играет в нашей команде, наверное, все-таки основополагающую роль. То есть, я занимаюсь тем, что я держу всех в ежовых рукавицах. А Ксюша, она лицо группы. Она… То есть, она… Ну, она все для группы. У меня других эпитетов просто не находится. Действительно, это полноправный член коллектива. Мало того, ну, разумеется, она выше по рангу, чем мы все. Да. Не начинай. Да. Почему вы так считаете? Потому что Ксюша обладает такими качествами, которые называются качествами настоящего артиста. Вот в Ксюше сочетаются все самые положительные качества артиста. И за счет этого она, куда бы она ни приходила, в том числе и в наш коллектив, она везде свет. Вот за счет этого света и в том числе и мы существуем до сих пор. Вот. Потому что действительно она играет важнейшую роль. Да. И сейчас мы послушаем песню, которую исполняют вместе Оксана Симон и Тимур Камышанский. Я знаю, что вы ее недавно написали. Это песня о любви. Она называется «Разве не ты?» Дни пролетали, как виденья. 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 Дни пролетелись по своим мирам. Но, хочешь верней, хочешь — нет. Оказалось через много-много лет Крылья больше нет! «Разве не ты рвешь мечты попала?» Разве нет, ты это делаешь сам Опять слова мои и мысли вторят в небеса Останови эту типуём весть Наших ошибок уже не исчез Быть может, вновь найдём любовь На краешке небес Субтитры подогнал «Симон» И это была песня группы «Союз. Разве не ты?» А я напоминаю, что в нашей студии сегодня Замечательные музыканты Тимур Камышанский и Оксана Симон Ребята, расскажите, какие у вас дальнейшие планы Какие сейчас проекты реализуете в будущем? Что собираетесь, планируете реализовать? Ну, что касается меня То через неделю я, к сожалению, покидаю свой Ростов Любимый И на далёкой-далёкой земле Я буду с большой любовью слушать песню «Мой Ростов» Плакать и вспоминать прекрасное время, которое я провела здесь Особенно группа «Союз» Потому что два года плотной практически ежедневной работы Мы забрасывали свои семьи Мы отдавали себя целиком и полностью Группе «Союз» Пять-шесть часов репетиций Да За пять-шесть часов мы приезжаем на мероприятия Для того, чтобы провести саундчек До концерта у нас остаётся буквально час-полтора свободных Поэтому, в принципе, сутками А если это ещё переезды какие-нибудь То есть сегодня это Ставрополь, завтра Ростов, послезавтра Краснодар Там мы всё время вместе Вот, и эти два года были очень насыщенные За что я очень-очень ребятам благодарна Но начнём с того, что наше-то сотрудничество с Тимуром не прекращается Я просто ухожу из группы Скоро вы услышите новые синглы Да Оксана, и всё-таки улетаешь в никуда Или есть какие-то уже конкретные предложения? Есть конкретные предложения Но пока я не буду о них говорить Я просто скажу, Мали, нюанс такой, что это будет оркестр Большой, красивый Больше ничего не скажу Тимур, что планируете делать? Оставите группу без солистки? Или есть кто-то на примете? Союз не распадётся? Мы искали человека, который будет Который добавит что-то, привнесёт своё То есть, вот как Ксюша это сделала в своё время Так, вот сейчас мы на таком небольшом пути На какую-то новую ступень Соответственно, нам хочется очень, чтобы это Разнообразило работу коллектива Чтобы это принесло что-то новое Вот, поэтому мы нашли замечательную девочку Я думаю, что в скором времени Вы все её увидите, услышите Вот, по достоинству оцените Вот, она немножечко другая, нежели Оксана Вот, но она всё равно замечательная Поэтому, поэтому вот будем как-то в этом направлении Мы искали в нашем коллективе, вот что самое главное В нашем коллективе, помимо профессиональных качеств Главное, чтобы человек оставался человеком Хорошим, компанейским, положительным, отзывчивым Потому что мы позиционируем себя И все нас знают не просто как группа союз А мы семья Мы что-то одно такое большое, сильное Дружное Целое, да Неразъединимое Неразъединимое Спасибо Вот Поэтому мы нашли такую девочку Добрую, красивую, талантливую Со знанием французского языка Абсолютно точно Что ценно Да, она будет петь красивые песни на французском А она уже где-то пела раньше? Она певица? Да, она певица То есть у нее профессиональное музыкальное образование А Машу мы тоже достаточно давно знакомы Давно, да Пока это секрет, да? Кто это? Мы сами увидим Нет, это не секрет Ее зовут Маша Труфанова Это не секрет Просто мы хотим как-то так Это все пафосно презентовать Вот Я думаю, что мы сделаем какой-то новый видеоролик Красивый Сделаем фотосессию И это все Представим Сделаем общественности, да Потому что все-таки Многих этот вопрос интересовал И будоражил И будоражит до сих пор Вот Поэтому Я думаю, что мы не прогадаем Просто группа за Сколько? Два года существования Заняла очень хорошие позиции На ростовском И не только Да Рынке Поэтому, конечно, было очень много желающих И Тимуру очень многие звонили И мне звонили Спрашивали Был конкурс определенный Ну, он такой был Негласный достаточно То есть люди слышали о том, что Ксюша покидает нас Все хотели каким-то образом Попасть к нам Но Дальнейшее решение уже принимали мы с Оксаной Непосредственно вдвоем Вот Поэтому Поэтому Ну, вы нас простите, если мы Кому-то Знаешь, как мы принимали решение? Мы подумали И я решил Ну, да Да Да, безусловно Вы успешная группа в Ростове Вы многого добились Вас многие знают Уважают Приглашают И вы профессионалы в своей области Профессионалы Потому что Вы и опытные ребята И Оксана закончила консерваторию Тимур закончил в ГИК Как вы считаете Ваше именно музыкальное Профессиональное образование Помогло вам В достижении ваших целей? Вы знаете, очень помогло Однозначно помогло Очень помогло Действительно Потому что Какие-то моменты И Что Что было ценно Особенно нам помогло Ксюшина образование Почему? Потому что Менеджеры или вокалистки Менеджеры Вот Ксюша в некоторых моментах Просто действительно вела себя Как настоящий Настоящий менеджер Настоящий Продажник Настоящий Настоящий продажник Продажник А как ведет себя Настоящий менеджер? Он дает всем по голове Понимаешь? Правильно И это всегда работает Да? Голова болит до сих пор Да Ну хорошо Но есть же такие примеры Когда Человек-самоучка Нигде не учился Не заканчивал Консерваторию Просто сносит Своей энергетикой Всех Всех окружающих Примеров здесь много Ну вот такие Например Как Андрей Губин Да В свое время был Очень популярен Я недавно узнала Была очень удивлена Что и у певицы Нюши Тоже нет Профессионального Музыкального образования То есть хорошие родители Да, у нее хорошие родители Она из музыкальной семьи Но музыкального Именно профессионального Образования У нее нет Хотя она сейчас Очень популярна Как вы думаете Такие музыканты Такие певцы Самоучки Чем они берут Вы знаете Можно я отвечу Да Это очень Классный вопрос Почему Потому как На мой взгляд Все-таки Ну Немножко Пример Нюши Он не очень Показателен Почему Потому что Все-таки там Менеджмент Играет большую роль Вот А Что касается Других артистов Их можно Называть Бесконечно Эти самородки Они чем ценны Они ценны тем Что Их не испортила Музыкальная грамота Их не испортила Какие-то музыкальные Профессиональные направления Потому что люди Начинают становиться Не Допустим Композиторами Или артистами Начинают становиться Жестянщиками Сейчас просто люди подумают Что грамота Это плохо Нет Тимур просто Имеет в виду то Что Они не ощущали Этих границ Которыми Нас оковывают Еще в музыкальной школе Да музыкальное образование Оно оковывает Немножко Поэтому Вот обычно Что касается Непосредственно Композиторов Например Вот То тут На мой взгляд Музыкальная грамота Ну она Немножко Плохую шутку Играет Злую Вот То есть портит То Что заложено Природой А что касается Артистов Тут Примеров Вот есть у нас Замечательная Ксюша Например Опять же Как пример В Ксюше Заложено Очень много Было При рождении Именно И артистизма И харизмы Но Музыкальное образование Ее не испортило То есть Оно наоборот Ей Дало полное Осознание Того Что она делает Ну знаешь Тут если говорить О композиторах Тогда Да Вот Немножко Мне кажется Какие-то Вот шаблоны Начиная с музыкальной Школы Там Училища И так далее Вот эти шаблоны Немножко Какое-то Творчество Фантазию Повет Немножко Разрушает Разрушает Да Поэтому Если говорить О композиторах Тогда да Вот эти самородки Они вот Они не имеют границ Они живут в своем мире То что касается Вокалистов Это немножко другое Полностью согласен Вот мне лично Казалось Я когда Вот росла В 6 лет Пела Мне всегда казалось Что я взрослая Я всегда Пела песни о любви И я проживала По-настоящему Эту любовь Понимаешь Я всегда была взрослая Я всегда по-взрослому Любила Поэтому тут Все-таки Какая-то глубина Вот внутрь Я сейчас себя не хвалю Просто Ну вот то что я чувствую То и пою А зрителя Это заложено природой Да Знаешь ли Не обманешь Не обманешь Абсолютно Дорогие слушатели Я напоминаю вам Что в гостях Сегодня у нас Замечательные музыканты Тимур Камышанский И Оксана Симон Это группа «Союз» Ребята Что предопределяет успех по-вашему? Ну на мой взгляд Это конечно Талант В этом таланте Должна быть Самобытность Оригинальность Какой-то полет Мыслей Неограниченный Никакими шаблонами Рамками Рамками И так далее Да Хороший менеджмент В наше время Очень актуален Ты добавишь что-нибудь? Да, абсолютно На мой взгляд Успех предопределяет Помимо того Что Ксюша сказала Определяет Хорошее Качественное Массовое искусство Вот И То творчество Которое идет Непосредственно Изнутра Идет от души Идет Честно Правдиво Потому что Слушателя Очень Сложно Обмануть Вот И слушатель Как правило Зритель Как правило Чувствует Любую фальшь Вот Поэтому Нужно быть Предельно честным В своем творчестве В своем творчестве Предельно Правдивым И любить То, что делаешь Да И ждет всех успех Да И ждет всех успех В принципе О нашей группе Вы можете узнать Информацию В каких-то Соцсетях Если вам будет Это очень интересно Да Вы увидите нас Посмотрите на наш Своеобразный успех Вот И мы конечно же Всем Говорим Слушайте Хорошую музыку Хорошую музыку Хорошее радио ФМ Да Желаем вам Творческих успехов Побольше новых Красивых песен Спасибо Побольше вдохновения Всего самого хорошего И я напоминаю Что в нашей студии Была группа Союз В лице Тимура Камышанского И Оксаны Симон Это интервью Вы можете еще раз Послушать на сайте Югрегион.ру В студии была Марина Орлова И если вы Как и Тимур Камышанский Пишите и поете Песни о Ростове Звоните нам По телефону 200 Ровно 2519 Приходите к нам На интервью И лучшие песни Вы услышите В эфире Радио ФМ На Дону До встречи До встречи До встречи Спасибо большое Редактор субтитров